окей теперь принципе осталось делать мелочи я не буду делать мелкие всякие детали вы их расположите сами вот потому что и так очень много времени ушло эту работу целый час так этому все объект это я оставлю в виде кривых то есть вы это должны будете подогнать под пустое пространство то о чем я много говорил да то есть нужно его не то что прям на сто процентов заполнить да но это динамика которой можно воспользоваться а усы это прекрасные указатели да то есть вообще вот длинная вытянутые поверхности ну не пасть элементы они отлично работают в качестве указателей но вообще в качестве указателей все отлично работает если если это ну типа грамотно разместить сцене понимаете здесь еще вы не вычислили одну фишку знаете что такое ну как бы девушка и дракон это метафора эротизма но это метафора то есть соответственно здесь у нас эротический посыл он здесь есть как как бы мы не думали о русалочке например да как милой сказке ганса христиана андерсона да то есть можно сколько угодно думать об этом как о милой сказке но на самом деле она полна эротизма ну не порнографии а именно эротизма то есть и это должно выражаться в том числе и в деталях так вот но тут я еще можно ну как бы есть место для собственного эксперимента на окей а так соответственно здесь у нас свет тут все правильно да текстура в общем-то то о чем я говорил а сейчас я буду располагать текстуры именно я буду делать их линейными во первых да и я буду сейчас делить поверхностью с помощью линий да что имею ввиду вот например вот эта текстура то есть по текстура я имею ввиду линии которые подходят по динамике и накладывается на основной поверхности вот эта вот работа с линии до по сравнению photoshop происходит быстрее потому что вы вам не нужно каждый раз корректировать до линию но я веду что перерисовывать да вы можете просто ее подвинуть это очень помогает на самом деле так хорошо вот это вот сейчас будет классно так я здесь чтобы линии совпадали сделаю то есть мне здесь нужна только вот эта вот линия все остальное сотру вот они не забывайте про аксиому последние 20 процентов рисунка занимает 80 процентов времени создания этого рисунка то есть здесь еще работы примерно в несколько раз больше вот но если по-хорошему брать да то есть видите я делаю текстуру как часть объекта на то есть он плавно скользит вот эта линия плана скользит по поверхности объект сдавать сейчас фокус внимания уберу ему с ними закончили а Вот, соответственно здесь нужно будет сделать то же самое Так Продолжение следует... Все линии, которые я рисую, рисуются с оглядкой на фокус, внимание и общую композицию Я ни одного движения не делаю, которое было бы как-то не связано с положением персонажа То есть все элементы, все здесь в этой сцене работают на общую динамику Это кстати очень, ну как бы, я уже говорил, что это очень важный, да, но я еще раз повторю, потому что То есть многие художники рисуют, вот начинающие, они, ну то есть вы пытаетесь скопировать общий рисунок с референса, да, или вот с чего-то, что вы там срисовываете или пытаетесь нарисовать Вот, забывая о главном Вот, а главное это вот это вот, то есть что бы вы там ни делали, какие бы вы там навороты, фишечки не изучали, не практиковались там в цвете, да, и всем таком То есть без композиции, ну да, без композиции, если вы достигнете успехов, скажем, в цвете, ну вы будете колористом, да Ну, а нормальный иллюстратор сам по себе, то есть он не является уже и колористом, и всем на свете, да Вот, поэтому, как бы, если вы только в цвете разбираетесь, вы будете там подмастерьем, ну каким-то там, помощником А если вы и в композиции разбираетесь, и в цвете разбираетесь, и персонажа можете нарисовать, то вы будете на руководящих позициях со временем Вот, я эти элементы водорослей не буду размещать, то есть вы сами их разместите в соответствии с масштабом Ну вот, как-то так Ну вот, общие направления заданы То же самое, на самом деле, можно сделать и с драконом Вот, то есть тут какие-то линии можно спиральные сделать, да Ну, здесь вот прям вот такие вот Ну, то есть текстурой, текстурой мы подчеркиваем Динамику Ну, как не, если у вас есть уже готовые объекты, да Нарисованные, не рисуйте заново, вот как я сейчас, да, допустим, текстуру делаю Просто копируйте, видоизменяйте так быстрее, чем с нуля нарисовать Хотя иногда бывает, что быстрее нарисовать с нуля, но тут уже нужно конкретно по ситуации смотреть Но, как правило, мы переиспользуем уже созданные элементы, не рисуем ничего заново То есть тут, почему не рисуем, потому что скорость важна, да То есть ни у кого нет времени ждать, пока там неделю будете рисовать иллюстрацию Такой вот нужно нарисовать и пару дней Максимум, да По крайней мере, может быть в каком-то концепте или вот в таком виде, да Но если вы будете там Расслабив булки Неделями что-то делать Никто с вами вообще работать не будет Это не о вас вообще, то есть это не о вашем обучении Это о том, как быстро вы сделаете заказ А учиться вы можете в свободное от работы время или параллельно В выполнению заказа это можно делать, но чтобы это не шло в ущерб скорости исполнения Потому что это на первом месте станет В принципе я уже по слоям тут все разбил так, что вам остается только вплести сюда растительность Да, чтобы она была прям по слоям красиво Добавить какие-то текстуры, да, дополнительные Ну и все Эм Здесь уже можно всякие акценты делать, там камушки поярче Но нельзя забывать то, что вот это вот самая яркая часть, да, у нас То есть здесь у нас все будет Соответственно, русалочку мы Вот так вот сделаем Как делать персонажа? У меня на ютубе есть видео Персонажный конструктор Вот в плейлисте дизайн персонажа Я там прям четко объясняю, как из кусков Из кусков одного персонажа Собрать другого Вот Здесь я сделаю такой небольшой градиент Потому что здесь у нас не черный Все 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 Вот здесь я еще сделаю, мне не хватает Вот самый-самый фон, да, там тоже можно сделать какие-нибудь горы, ну подводные Но они будут вообще почти незаметны, но они там должны быть Ну или по крайней мере я так думаю, то есть надо посмотреть Субтитры сделал DimaTorzok Так, теперь я сделаю вот так Так, теперь я сделаю вот так Так, shift-e возьмем вот так, обрубим И вот одну половинку я сделаю немножко посветлее, типа она дальше И чуть пониже Мне одновременно нравится симметрия и не нравится То есть вот излишняя симметрия, она как бы вредит на самом деле делу Потому что композиция, динамичная композиция особенно, она очень сильно страдает Если у вас там появляются какие-то симметричные объекты, прям такие прям в сцене Вот, ну что здесь все на динамике, да, здесь, посмотрите, здесь чистая динамика Спиральное движение Сложная композиция, да, вот здесь нужно очень внимательно Вот именно к таким вещам, как симметрия, сбалансированность относиться Вот, не забывайте, что на первом месте у нас всегда персонаж То есть я сейчас очень ограниченно добавляю элементы Вот, кстати, ваши уровни для добавления элементов То есть если здесь у меня будет, ой, ctrl-c, допустим Вот этот уровень, нет, нет, вот он Вот, да, допустим, я возьму сюда вот там сделаю Будет уже побольше Вот так, да Опять я вам это сделал для облегчения работы То есть нужно это переделать, то есть здесь нужны нормальные растения Ну они, в принципе, нормальные, но нужны еще более нормальные Здесь вот я вам просто пространство показал, то есть уровни, да То есть, соответственно, при еще дальшем удалении этого водоросля Она будет уже вообще маленькой Скорее всего ее даже будет уже не видно, уже не нужно такие мелкие детали делать, но, в принципе, можно Вот такой порядок Вы видите, какая глубина появилась, сколько пространства появилось Вот ваша ошибка То есть вы не создали это пространство Если почему-то в лесной иллюстрации у вас получилось это пространство создать, да, более или менее, то есть вы поняли То почему-то под водой вы решили, что все работает по-другому Ну, немножко по-другому, потому что у нас нет гравитации Да, под водой Поэтому композиция у нас как в космосе Но во всем остальном, как бы, все то же самое Даже еще круче Потому что под водой Ну, вот из-за того, что мы движемся в трех измерениях Пространства больше Вот Ну, в общем, как-то так Да Как видите, все очень-очень непросто Но, с другой стороны, если Постоянно этим заниматься, да Вот если держать в голове вот эти вот аксиомы То если с самого начала, не пропуская Не пропуская вот эти вот шаги важные Вы последовательно создаете То у вас не будет проблем То есть вам просто нужно будет шаг за шагом сделать Вот так вот и все То есть Ну, там, последовательно, да Решить задачи Так, этот свет слишком яркий Да, вот этот вот рим Там очень яркий Там, что тут 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 Нет, располагается выше Вот Ну, все Я уже не могу Тут Все же Нужно раскрашивать Иначе я до бесконечности Эту композицию буду Улучшать Очень трудно На самом деле Это прекратить делать Потому что Когда ты Объединяешься С своим рисунком Он требует Чтобы Ну, требует быть законченным Вот так вот То есть Незаконченный рисунок Незаконченной иллюстрации Она похожа на аборт Простите за выражение Да Ну, то есть Это смерть Иллюстрация Вот Вы должны заканчивать Как угодно Не знаю Что хотите делать Очень грустно Когда рассказ Не дописывается Иллюстрация Не дорисовывается Это нужно делать Как хотите Иначе у вас Все Навсегда останется В недоделках Ну, как бы И че В чем прикол Все зря Так Все Хорош Не могу Так Ну, все В принципе По этим деталям Остальное Все Собственно Растительность Обработка Фотошопе Да Это все Вторично Уже То есть Сам Вот это Если Вот такое Вот Пришлете Несколько Таких Вариантов Вы Пришлете Своему заказчику Он будет Очень доволен То есть Да Когда у вас Три разных Скажем Будет Вот Но Да То есть У вас Ошибка В том Что вы У вас Не было Референс По композиции Именно С Русалками Нормальные Да Вы Во вторых Вы взяли Ну Как бы У вас Референс Непоследовательный Вот Так Вот Да То есть Я не понимаю Зачем Вот это Взяли Как идею Да Хорошо Окей Вот Это Понятно Да Вот Это Тоже Понятно Цвета Тоже В принципе Понятно Но Лучше Брать Как Сказать Примерно Схожие По Направлению Рисунки Хотя Более Или Мене Вот Здесь Вот Просто Ну Типа Город Там Не знаю Горы А здесь Подводный Мир То есть Нужно Обладать Реальным Опытом Чтоб Вот Эту Цветовую Палитру Гармонично Вот Сюда Перенести Для вас Это Еще Так А Вот Это Вот Все На Вот Эти Все Наворота Это Все Вообще 20 Ну То Это Вообще Не Важно Сейчас Это Не знаю Последние Самые Моменты Там Создания Да Ну Я вам так хочу сказать Композиция Это не то Что вы делаете Один раз Да Сделали Все То есть вы Занимаетесь Всю Жизнь То есть Изучаете Все То есть Просто Как бы Начните Этот Процесс Композиция Занимается Всю Жизнь Так же Как языками Так же Как Математикой Так же Как чем угодно Серьезно Так Все Ладно Ну Вот Как-то Так Как-то Так Вот